На прошлой неделе Касмжамар Тукаев поручил разработать единые школьные учебники по истории Казахстана и всемирной истории. Президент, прочитав некоторые из них, удивился их низкому качеству. В нынешних пособиях множество разночтений. Эксперты признают, неточности есть, причем немало их и в книгах по другим предметам. Вероника Боярова пыталась понять, когда же все написанное в учебниках будет соответствовать действительности. Маликен Ураликаза уже за 70 и большую часть жизни она проработала учителем. И до сих пор продолжает трудовую деятельность не только в стенах школы, но и дома. По вечерам она объясняет содержание дисциплин внукам. Материал, изложенный в учебниках, не всегда поддается логике. Например, они начинают учить буквы, но рядом уже есть объемные тексты, кроссворды. Как ребенок решит кроссворд, не зная алфавита? Нет связи и между школьными предметами, рассказывает учитель Гебрат Газизов. В учебнике девятого класса год рождения Жусубека Эмаутова указан как 1895. Самое интересное, что на уроке литературы мы изучаем жизнь писателя отдельно. И там он указан как 89 года рождения. Если такой вопрос попадется выпускникам на ЕНТ, они могут ошибиться. Еще одна распространенная ошибка – это путаница с фотографиями известных людей. Вот, например, портрет известного поэта Юсуфа Баласагуни. Книга для шестого класса. А уже через год школьникам представят его же, но уже с другой фотографией. На страницах учебника по казахской литературе – третье изображение. И это учитывая, что все это не оригиналы, а так называемые новоделы. То, как представили личность современные авторы. Таких ошибок действительно много, потому что пишут учебники, в принципе, учителя. Вообще, по-хорошему, необходимо создавать национальное агентство по истории, которое сможет это все консолидировать и взять в одни руки. В истории Казахстана, в их учебниках, должно быть уже устаканенные даты. То есть те даты, которые доказаны научно, которые уже проверены временем. Главная проблема заключается в том, что наши учебники, они написаны на основе госстандарта. Госстандарт разработан на основе академической истории, которая написана в 90-е годы. Незамедлительно приступить к подготовке нового академического издания по истории Казахстана президент поручил в начале января, до того, как высказался по поводу качества школьных учебников. По словам историков, на создание этого труда понадобится как минимум три года. Новый учебник можно создать и за год. Но одно дело, чтобы он был составлен корректно, и совсем другое, чтобы изложенный материал удобно воспринимался школьниками и вызывал интерес. Если мы говорим про учебники, то учебники, наверное, должны быть, чтобы ребенок открыл, прочитал, понял, что от него требуется, понял новую тему. По читательской грамотности в рейтинге международной программы по оценке образовательных достижений учащихся казахстанские школьники в 2018 году заняли 69-е место. Страна потеряла 16 позиций, если сравнить с данными 2015-го. Какую оценку дадут уровню читательской грамотности нынешним школьникам по итогам последних лет, станет известно только в 2022 году.